Начавшаяся реставрация фасада возле дорожного вокзала завершится осенью. Уже в сентябре пассажиры увидят приятные глазу изменения. В настоящее время со стен вокзального комплекса отбивают старую краску вместе со штукатуркой, производят усиление стен вокзала. В местах глубокой утраты раствора в кирпичной вкладке производится восстановление путем инъектирования. После обновления штукатурки восстановят оконные откосы, произведут покраску фасада. Планируется, что уникальный облик Ивановского ЖД вокзала подчеркнет архитектурная подсветка с использованием энергосберегающих технологий. Предполагается достаточно большой комплекс работ, связанный как с усилением конструктивных элементов, крыша, фундамент, так и, естественно, непосредственно с реставрационными работами на фасаде. Насколько мы знаем, в планах РЖД это только первый этап комплексного преобразования этого важного для города объекта. Железнодорожный вокзал в Иванове – это объект культурного наследия регионального значения. Памятник выполнен в стиле конструктивизма, который подразумевает четкие геометрические формы и разнообразие оконных проемов, треугольных и круглых. Торжественное открытие здания вокзала состоялось 15 января 1933 года. Тот вокзал старый, деревянный, он уже не вмещал того количества приезжающих в город тогда Иваново-Вознесенск. И в 30-х годах было принято решение о строительстве нового здания вокзала, более такого большого, масштабного. По объему он тогда как раз и соответствовал статусу города Иваново-Вознесенск, который считался неформально третьей пролетарской столицей. Реконструкция вокзального комплекса проводилась несколько раз, и самые масштабные изменения произошли в 50-60-е годы прошлого века. Внутри появились витражи и панно известных ивановских художников. Как сообщили нам в прислужбе Северной железной дороги, окна и витражи подлежат полному демонтажу. Оконные блоки установят в два ряда. Такая конфигурация будет соответствовать первоначальному облику вокзала. В предмет охраны памятника архитектуры входит растекловка окон. Соответственно, все то, что было изначально, как раз и сохранится. У нас не будет больших панорамных окон, они сохранят тот исторический вид, который был изначально. Изменится также и цвет фасада. Он станет серым. Именно таким предстало здание перед горожанами в начале 30-х годов. Он был и красным, и голубым, и с примесью разноцветной мраморной крошки, и серы. И вот даже тот желтый, который мы имеем на сегодняшний момент. Сейчас говорить о согласовании научно-проектной документации немножечко преждевременно, поскольку акт государственной историко-культурной экспертизы размещен на нашем официальном сайте. И только 16 июля комитет, как и полномочный орган, может принять решение о согласии или не согласии с представленным на рассмотрение научно-проектной документации. Площадь вокзала внушительная и составляет почти 10 тысяч квадратных метров. Здание железнодорожного вокзала преобразится не только снаружи, но и внутри. Причем изменится функциональное предназначение отдельных помещений. Так здесь планируется открыть зону для выставок и презентаций. Кроме того, руководством РЖД принято решение проведения реконструкции платформы номер один. Она станет не только красивой, но и удобной. Также в далеко идущих планах создание подземного перехода для пассажиров. На самом деле он был запланирован изначально, еще при строительстве здания. Но к реализации этого проекта приступят лишь спустя десятилетия. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.